Всем привет, с вами Алекс, канал Бриглаб, Селенький Замбресенник. Начнем с геомагнитной обстановки. Смотрим на наше солнце, что мы здесь видим. Ну, в общем-то, вот оно, активное пятно. Здесь тоже от нас отворачивается, и вот эта часть от нас отворачивается. Здесь вот небольшая дыра есть. Но, в общем-то, смотрим вот здесь. Вот эта вот зона, она похоже, что к нам еще не повернулась, но что-то здесь есть интересное в виде пятен. Посмотрим, когда поближе повернется, тогда будет понятно. Сейчас, ну, вот одна зона с пятнами. Вот одно пятно всего, две зоны активные, но без пятен. В плане вспышек все очень гладко, все спокойно стало. То есть, солнце решило взять перерыв. По аврорам, по серным сияниям, смотрите, основной момент, еще здесь семерка сохраняется, но уже как бы сместилось все это. То есть, судя по всему, сиянился во времени, и теперь будет не такой интенсивный, как изначально. Он сейчас вообще показывает, что только до желтого уровня сегодня достиг, вот, и вернулся к нормальным значениям. Но, скорее всего, еще будут повторные какие-то колебания. Смотрим в боковой проекции на наше светило. Ну, вот здесь справа выделение происходит солнечного ветра. Так, в целом, ничего такого особо интересного, вот и рассказать нечего. Так, все, да, он и спокойно на нашем солнце. Здесь вот лучше в этой проекции видна вот это пятно, которое к нам поворачивается. Здесь даже два пятна. Смотрите, вот это одно, здесь, где протуберанец мы видели, и вот это второе, более большое, оно к нам еще не повернулось. И вот небольшая здесь дыра, таким красным цветом. Ионосфера тоже в целом не напряженная. Ну, вот Фиджи здесь есть, в районе Оливудских островов, в районе вот Японии. Здесь, получается, Камчатка, Япония. Затем Филиппины, Восточная Индонезия, Берманская фасетка. Но основное вот здесь вот Латинской Америки у нас наблюдается, в Южной Америке, на севере Чили и Аргентины. Так, ну, вот здесь статья о том, что пишут, что уровень остается, оповещения, но вероятность его снижается. То есть, значительно, потому что не пошло все в соответствии с тем планом, который изначально применялся. Хотя вот скорость, смотрите, очень мощный был такой рост скорости. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, вот здесь фиолетовым цветом показано, как раз скорость, раз, раз, она была на одном, раз, и так подскочила вверх, и пошла, и вот здесь колебания. То есть, вот такие вот изменения. Так, ну, здесь вот, как Земля реагирует на вот эти процессы, очень хорошо показана. Вот такая инфографика, да, и вот как она идет, и вызывает, соответственно, северное сияние или аврора. Как кому нравится это название. Вместе с тем, Китай, вот он практически уже, ему остался последний этап в этой лунной миссии. То есть, он капсулу доставил, все благополучно произошло, без пинка, без задоринки, как говорится. И модуль, отработавший взлетный, он разбил о Луну. Здесь даже координаты есть. Это 0 градусов долготы и 30 градусов южной широты между древними кратерами какими-то в гористом районе. Вот так вот. Ну, теперь ожидаем приземления 15-16 декабря. То есть, это меньше, чем через неделю. Посмотрим, как будет встречать страна посланников с Луны, материал с Луны. Здесь вот интересное. Здесь про Непал, и здесь за день до вот этих землетрясений, если вы помните, в 2015 году, 25 апреля и 12 мая, здесь в микроволновом уровне отмечались рост температурных аномалий, который перед этим проходил. И вот это пытаются сделать таким достоверным признаком для прогноза землетрясений. Кроме того, здесь интересная статья. Здесь обнаружили, что наиболее внутреннее еще есть внутреннее ядро, которое, ядро нашей планеты, которое 650 километров радиуса. Вот. И это сделано потому, что меняются анизотропии. Значит, при вращении солнца получается, что те сейсмические волны, которые идут параллельно оси вращения Земли, они движутся быстрее, чем те, которые идут параллельно экватору. Вот такие вот дела. То есть, а под Гавайем нашли огромный запас опресной воды. Естественно, это хорошая новость, но почему-то здесь никто как-то не подвел это под вулканическую активность. Почему-то здесь привели к тому, что вот, ну, это, кстати, правильно, про реки подводные, потому что вот эти трубки, про которые я говорю, эти солевые, грязевые, магматические трубки, водные трубки, все это как раз является структурой нашей планеты. Вот она состоит гораздо сложнее, чем представляется на настоящий момент. Потому что планета, это как живой организм. Если вы возьмете в живой организм, там тоже существуют такие же каналы, всякие ионные протоки и все прочее. транспортные системы, и то же самое, в общем-то, и на земле можно наблюдать. Так, а вот самый интересный момент, но мне как маржу, это особо интересно, я подтверждаю, что вода, в зависимости от температуры давления, она имеет разные характеристики. Потому что купаться, допустим, когда облачная погода, циклон, да, и в температуре, там, воды плюс 3, плюс 4, абсолютно разная, по сравнению с тем, как купаться при той же температуре, но когда, допустим, солнце светит. Дело не в солнце, а в том, что высокое давление. И то же самое, когда разница чувствуется, когда ледяная вода, вот в районе одного градуса, когда плюс 4, и когда, допустим, плюс 6. Эта разница вообще колоссальная между свойствами воды, но это, как говорится, это ощущение, да, а вот реальность, то, что шведские ученые здесь открыли вот эти два вида воды, жидкой же воды, то же самое, вот, которые себе обладают разными свойствами, вот, и более того, они еще друг от друга, вот, их можно и разделить, как будто, ну, как вы знаете, может слой жира разделить в воде, да, различные средства, это, так саму воду можно, оказывается, тоже разделить на такие, на несмешивающиеся слои, такие интересные дела. Но землетрясение, самое крупное сейчас произошло, 5,5, в 5,44, по местному времени, в районе озера Байкал, значит, очаг залегал на глубине 10 километров, и в 41 километре от поселения Кабанска, или 88 километров от Улан-Удэ. Чем это интересное землетрясение? Что меньше недели было землетрясение, ну, вот, если здесь в северной части Байкала, точнее, даже в Зайбайкале, вот, была тоже пятерка, вот, затем, вот, вышла статья очень быстро, что ученые не связывают это с солнечной активностью, вот, то есть, это, ну, здесь вообще они считают, что никакой связи между землетрясениями и солнечной активностью нет, но на самом деле, здесь все гораздо сложнее, и отсроченные эффекты, и поэтому кажется, что прямой связи есть, нет, но мы с вами наблюдаем, что есть периоды, когда растет сейсмическая активность, и когда она спадает, и так или иначе, это все равно связано с солнечной активностью, вот, здесь тоже какой-то ученый, уже успел прокомментировать эти подземные толчки, на Байкале, вот, и считается, что это уникальным, потому что последнее было больше 50 лет назад, именно в этой зоне, а чем это интересна зона, а тем, что это дельта реки Селлинга, вот, и в этом дельте, прямо вот, ну, рядом в этом месте, произошло землетрясение, здесь как раз описано, в январе 1662 года, когда вот эта дельта, она поехала как раз на дно Байкала, и все там затопило, да, вот здесь оно указано, хорошо, на этой фотографии, снимок из космоса, дельта, да, и получается поехало туда вниз, вот то, что мы всегда разбираем в моря, помните, Черное море мы разбирали как раз, почему оказались греческие колонии на дне морском, вот здесь то же самое, здесь вот все в деталях описано, но сейчас мы зачитывать это не будем, но ущерб, и вот даже человеческие жертвы здесь были связаны, вот именно с этим подтоплением, что еще интересно, 5,4 произошло в Оксаке, ну здесь вот просто посмотреть, сколько много землетрясений различных произошло, вот на юге Мексики в ближайшее время, в провинции Чапас и Оксака, ну и 5,4 это ничего такого экстраординарного, ну выходит за обычные, вот там здесь четверки сыпятся, вот в большом количестве, ну 5,4 выходит, в целом сейчас 47 землетрясений, чуть выше нормы, ну не превышает 50, поэтому ничего такого экстремального нет, где эти землетрясения происходили, вы видите, вот на Байкале, вот как раз вот можно увидеть, видите, 4,9 было, ну почти пятерка, да, вот здесь вот у северного побережья, и 5,5 вот у Кабанска произошло, вот, так, теперь давайте перейдем к вулканам, 43 у нас вулкана, в общем-то, примерно так же все остается, выше нормы, так, и смотрим, какие вулканы сегодня попали, список, Фуэго, Карымский, Павкатипетер, Ревентадор, Сангай, Сабанкая, Саваноси, Джима, в общем-то, все те же, вот, Фуэго, здесь красиво, так вот, извергся, ну, это дневная съемка, поэтому, не так красиво, вот, Карымский, интересно, что наблюдалось эксплозивное извержение, вышла колонна пепла, на высоту 7 километров, вот, и пролетело на 60 километров, то есть, ну, такое, среднее, среднее было извержение по силе, ну, и Сакураджима, вот здесь продолжается активность, а 3-6 километров, выделился, вот такое вот, облако пепла, ну, что, на этом все, вечером выйдет более подробная работа с картами, где мы разберем все основные землетрясения, которые произошли за последние два дня, а так, с вами был Алекс, канал Мерилаб, желаю отличного упражнения,